Тиндельта функции Тиндельта функции Переменных токов Итак, рассмотрим такой четырехполюсник Вот это вход Тут имеется сопротивление R Тут имеется емкость И вот это выход Тут U входное Функция времени Здесь надо сосчитать U выходное Как функция времени Его надо найти Вот мы на такую цепочку Подаем переменный сигнал Хочется узнать, что будет здесь Мы считаем, что у приемника сигнала Бесконечное сопротивление Скажем, сюда осциллобный У него очень большое сопротивление Или вольтметр с огромным сопротивлением Поэтому здесь цепь разорвана Тогда, если мы сюда подключили Источник Мы будем считать, что входной сигнал Это У с ноликом На косинус Омега Т Мы подаем переменный сигнал Я выбрал фазу, равную нулю Но потому что От сдвига времени Ничего не зависит Я могу начало отсчета времени Поставить так, чтобы Когда я включил часы Косинус был максимум Помните От сдвига времени Мы с самого начала договаривались Физика не зависит И когда хочу Ноль времени Тогда и выбираю Я выбрал отсчет времени Так, чтобы начальная фаза Напряжения на входе Равнялась нулю Хорошо Мы подали сюда напряжение У нас потек ток Вот так Скажите, пожалуйста Что можно сказать О токе на всех элементах Он один и тот же Поэтому На всех элементах И здесь, и здесь Ток один и тот же Давайте нарисуем Векторную диаграмму Нет Давайте мы Здесь добавим Некоторую фазу Я хочу, чтобы У тока Фаза равнялась нулю Так легче рисовать Векторную диаграмму Давайте выберем Такое начало От счета времени Чтобы у тока Который течет По этой цепи Начальная фаза Равнялась на Этот ток Один и тот же Здесь и здесь Поэтому Давайте нарисуем Единый вектор Тока Который у нас есть Вот он Это вектор И от Т Его длина И с нуликом Но он что делает у нас Если это векторная диаграмма Он вот так Крутится С частотой омега И тогда его проекция На эту ось Минеется Как и с нуликом Косимус омега У него фаза 0 Давайте теперь Напишем Падение напряжения На р и на емкость На сопротивлении У нас тока и напряжение По фазе совпадают Поэтому Падение напряжения На сопротивлении Это произведение тока На сопротивление Поэтому вот эта величина Изображает нам Напряжение На сопротивлении В момент времени Т И длина этого вектора Равна Произведению Амплитуды тока На импеданс Сопротивление Которое равно Р А что у нас С падением напряжения На конденсаторе На конденсаторе Ток Опережает Напряжение Помните На катушке Ток отстает От напряжения Ему надо бегать По винтовой линии А на конденсаторе Наоборот Поэтому на конденсаторе ток опережает напряжение. Если это ток, то напряжение на конденсаторе на 90 градусов запаздывает. Поэтому напряжение на конденсаторе мы должны нарисовать вот таким вектором, который на 90 градусов запаздывает от тока. Это есть напряжение на конденсаторе. И длина этого вектора равна произведению тока на импеданс конденсатора. А чему равен импеданс конденсатора вещественный? Единица на омега С. Это я написал напряжение на конденсаторе. У с ноликом на С. А вот это у нас, и с ноликом на R, это напряжение на сопротивление. Итак, здесь такое напряжение, здесь такое напряжение. А чему равно падение напряжения на двух элементах, когда они соединены по сумме? Мы должны сложить эти два вектора. И тогда падение напряжения на всей цепи будет вот такое. Это будет У с ноликом, но падение напряжения на всей цепи – это как раз входное напряжение. А теперь у нас вся картинка крутится с угловой скоростью омега. И вот эти все три вектора вот так поворачиваются. И их проекция на эту ось дает мгновенное значение токов, напряжений на всем конденсаторе. Чему же тогда равно у входное? Амплитуда входного напряжения будет равняться корню квадратному из амплитуды напряжения на сопротивлении плюс амплитуда напряжения на емкости. Или корень квадратный из И с ноликом в квадрате Р в квадрате плюс амплитуда напряжения на емкости – это И с ноликом в квадрате – на омега квадрат С в квадрате. И с ноликом можно вытащить. И здесь у нас получится корень из квадрата сопротивления плюс единица на омега С в квадрате. Вот это входное напряжение. А чему же равен импеданс всей цепи? Импеданс всей цепи равен отношению амплитуды входного напряжения к амплитуде тока. И сколько же у нас получается? Если эту штуку поделить на И с ноликом, то оказывается, что импеданс цепи равен Р в квадрате плюс единица на омега квадрат С в квадрате. А как найти выходное напряжение? А выходное напряжение, друзья мои, это напряжение на конденсаторе. Вот оно. У выходное в нашем случае это есть напряжение на конденсаторе. Ведь выходное напряжение сколько падает на конденсаторе? Которое есть амплитуда выходного напряжения и с ноликом делить на омега С. А как найти и с ноликом? Если входное напряжение У с ноликом, то ток, амплитуда тока, это есть амплитуда входного напряжения делить на импеданс цепи. Поэтому это будет У с ноликом на импеданс цепи и еще делить на омега С. Ну давайте посчитаем, что у нас получится. У нас получится У с ноликом делить на омега С, а импеданс цепи мы с вами сосчитали 1 на корень из r в квадрате плюс 1 на омега квадрат с цепи в квадрате. Ну на омега С можно умножить и получится У с ноликом на корень из 1 плюс омега квадрат с цепи в квадрате r в квадрате. Вот такая амплитуда напряжения будет на выходе. Очень важной характеристикой является коэффициент передачи схемы. Коэффициент передачи по определению это отношение амплитуды на выходе к амплитуде на входе. Грубо говоря, какая часть этого напряжения получается на выходе. Ну что ж, если мы нашли напряжение на выходе, то, чтобы найти амплитуду, надо У с ноликом поделить на единицы плюс омега С квадрат r в квадрате и еще это я на выходное напряжение а входное это У с ноликом. У с ноликом сокращается и мы получаем единица на корень из единицы плюс омега С р квадрате. Давайте нарисуем график зависимости коэффициента передачи от частоты. Если частота ноль, то коэффициент передачи единица. Если частота огромна, то мы делим на корень из бесконечности, то есть бесконечность, коэффициент передачи стремится к нулю. Смотрите, как интересно. Эта схема хорошо передает низкие частоты и убивает высокие. Она через... Если вы сюда подаете смесь частот, то постоянная составляющая вся окажется на выходе, а чем выше составляющая, тем меньше ее будет на выходе. Понятно почему. Для постоянной составляющей конденсатор это разрыв цепи. Если вы подали сюда плюс 5 вольт, здесь и окажется плюс 5 вольт постоянная. А если вы подаете сюда переменное напряжение, чем выше частота напряжения, тем меньше импеданс конденсатора. Тогда импеданс цепи уменьшается, начинает течь ток и много падает здесь. И здесь остается меньше напряжения. Поэтому такая цепь пропускает хорошо высокие низкие частоты, но плохо пропускает высокие частоты. Говорят, что это фильтр высоких частот. Если вы сюда подаете какой-нибудь сигнал U от T вот такой зашумленный, то на выходе у вас останется постоянная составляющая, а переменная составляющая сильно уменьшится. У вас на выходе появится вот такой сигнал. Поэтому, если вы выпрямляете переменный ток, и вам надо на выходе иметь постоянное напряжение, перед выходом не забудьте впарить такую цепочечку. И она сглазит переменные составляющие, и на выходе оставит ток постоянный. Все. сами понимаете, что дома я предложу вам сосчитать то же самое, когда здесь включено что? Татушка. Все то же самое и импеданс этой цепи, и передаточную характеристику. Это еще не все. Я попрошу вас сосчитать такую же цепь, когда здесь включен параллельный колебательный контур. И еще я вас попрошу сосчитать, когда здесь включен последовательный колебательный, вернее, тут последовательный контур, и когда включен параллельный контур. С этой цепью будет много возник, потому что здесь у нас все три элемента соединены параллельно, последовательно, и тогда ток на всех трёх элементах такой одинаковый. А здесь у нас одинаковый ток на сопротивлении и суммарный ток на контуре, но этот ток здесь делится на два тока, который бежит здесь и здесь. И напряжение на катушке равно напряжению на конденсаторе, а не соединены параллельно. Здесь будет много возник. Для одного из этих контуров, сами разберётесь, да, но я вам подскажу, что передаточная характеристика для катушки, когда здесь включена катушка омеда, у вас, наверное, получится вот такая. На низких частотах она ничего не передаёт, а на высоких частотах она передаёт всё, ничь-ничь. Когда вы включите один из этих контуров, у вас передаточная характеристика будет такая. Я не говорю, какой контур у вас получится, она получится такая. Везде ноль, а на некоторой частоте, это будет резонансная частота этого контура, будет единица. Чуете, зачем это нужно? Если ваша антенна ловит много радиостанций на разных частотах, и если вы включаете такую цепочку, то она пропустит только узкий диапазон частот около той, которая вам нужна. Так настраивают радиоприёмник. А другой колебательный контур, не говорю, какой, будет иметь обратную передаточную характеристику, вот такой. Он все частоты будет пропускать, и только одну частоту не будет пропускать. Это тоже очень нужно. Если вы государственный деятель, и хотите, чтобы ваши подчинённые не слушали голос Украины, впаяйте во все производимые радиоприёмники такую цепочку. И сколько вы не будете крутить ручку настройки приёмника, если внутри есть такая цепочка, эта частота не пройдёт, и вы не услышите. А если несколько цепочек, вы ещё и голос Америки не услышите. Это очень нужно. Ну а теперь я покажу, как это делать всё по-человечески. Как вы будете делать? It's your trouble. Трабл. Я всё это убираю. Давайте подадим на вход гармонический сигнал с нулевой фазой. То, что у входное от Т, это будет у с ноликом на косинус омега Т. Или действительная часть от у с ноликом на Е в степени минус и омега Т. То, что стоит здесь, есть амплитуда входного напряжения. Поэтому амплитуда входного напряжения, комплексная, равна у с ноликом. Она чисто вещественная. Давайте сосчитаем импеданс всей цепи. Комплексный импеданс всей цепи. У нас последовательно соединены два резистора. У первого резистора импеданс ZR. У второго резистора импеданс ZC. Это комплексная импеданса. ZR – это сопротивление. ZC – это единица на И омега С. Вот такой импеданс цепи. Чтобы найти комплексный ток в цепи, надо напряжение поделить на что? На сопротивление цепи. Роль сопротивления играет комплексные импедансы. Это будет У с ноликом делить на R плюс И омега С. и забыл написать. Вот такой комплексный ток течет в цепи. Если нас интересует падение напряжения на сопротивление или комплексная амплитуда выхода, у выхода – это есть комплексное напряжение на емкости C, это есть произведение комплексного импеданса емкости на ток. но напряжение – это сопротивление на ток. Комплексный импеданс емкости – единица на И омега С, а ток – это У с ноликом на R плюс единица на И омега С. Это будет перемножим У с ноликом, а здесь будет это умножить на это, это даст единицу, плюс И омега РС. Это комплексная амплитуда на выходе. Если мы нашли комплексную амплитуду на выходе, то теперь можно найти напряжение на выходе. Напряжение на выходе – это действительная часть комплексного напряжения на выходе на Е в степени минус и омега Т. Помните, я говорил вам, чтобы найти то, что нужно, нужно то, что вы сосчитали в комплексной форме, умножить на Е в степени, только не минус, а плюс и омега Т, просто я привык писать минус и омега Т, и взять действительную часть. Подставляем. Это будет У с ноликом на единицу плюс и омега РС на Е в степени и омега Т. Чтобы легче сосчитать действительную часть, давайте числитель и знаменатель умножим на комплексно сопряженное. Будет действительная часть У с ноликом умножаю на комплексно сопряженное единица минус и омега РС. Это в числителе. В знаменателе, когда умножаю на комплексно сопряженное, получается произведение суммы на разность, разность квадратов. Квадрат первого числа единица минус квадрат второго числа. И в квадрате это минус единица, поэтому плюс. А тут омега квадрат, Р квадрат, С в квадрате. Это я так преобразовал дробь. Я убрал комплексность из знаменателя, оставив ее в числителе. А Е в степени и омега Т это косинус омега Т плюс И синус омега Т. И от этого надо найти действительную часть. Постоянные множители выносим. У с ноликом, он вещественный. Знаменатель вещественный, его выносим. Единица плюс омега квадрат, Р квадрат, С в квадрате. Осталось сосчитать действительную часть от произведения этой скобки на эту. Во-первых, когда косинус умножится на единицу, получится вещественный косинус. Будет косинус омега Т. И когда И омега РС умножится на И синус омега Т, И уйдут. Тут минус И умножается на И, получается плюс единица. Отсюда остаётся омега РС. Отсюда остаётся синус омега Т. Перекрёстные члены, единица умноженная на этот, и омега РС умножить на этот, это мнимые части. Они убиваются операцией Р. Всё, господа, мы нашли с вами ток на выходе. Напряжение на выходе. Если нас интересует коэффициент передачи, то в комплексном виде он считается как отношение модуля амплитуды выходного напряжения к входному. Модуль выходного напряжения, вот он, да, модуль отношения, нахажите, пожалуйста, сложную математическую теорему. Модуль отношения двух комплексных чисел равен отношению модулей комплексных чисел. Это очень круто. Это будет отношение модуля выходного напряжения к модулю входного напряжения. Вообще говоря, это некоторая теорема. Знаете, когда-то на физфаке был жуткий спор на лабораторной работе студента с преподавателем. Студент этим воспользовался, а преподаватель этого не знал. Для преподавателя позорно и для студента позорно. Он не мог это доказать. Оба позорника были. Я смотрел и хихикал над обоями. Вот это вообще надо уметь доказывать. Выходное напряжение это У с ноликом делить на единица плюс И омега РС по модулю. Делить на модуль У с ноликом. Ну, понятно, что модули У с ноликом сокращаются. И у нас остается единица на модуль единица плюс И омега РС. Если вы хотите сосчитать модуль комплексного числа, как мы с вами договаривались, это корень квадратный из его вещественной и мимой части. Это будет единица в квадрат визведенных на корень из единицы плюс омега квадрат Р квадрат С в квадрате. Мы получили с вами коэффициент передачи. Все. Никаких векторных диаграмм. Ничего этого делать не надо. Просто считаете как обычную электрическую цепь, только приписываете конденсаторам и катушкам комплексное сопротивление, ну, не сопротивление, на самом деле, импедансы. Сосчитали выходной сигнал, умножили его на Е в степени и омега Т, взяли реальную часть и получили напряжение на выходе. Если вам нужна передаточная характеристика, то Е считаете вот. Как вы будете поступать? It's your trouble. Можете не пользоваться комплексными числами, рисовать векторные диаграммы, разбираться, кто кого обгоняет, что ток у нас обгоняет напряжение на конденсаторе, отстает от него на катушке. Можно это все делать. Вообще говоря, вот в этом случае, когда у вас вот такой четырехполюсник, это будет сделать жутко муторно, нарисовать такую векторную диаграмму. В комплексных числах это делается в полстранички. Все на сегодня. Спасибо. 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 Спасибо.